Этот дом на Радищево построен в 1962 году. С тех пор жилое помещение разрушается, на стенах появляются новые трещины. Жители дома и вовсе боятся ложиться спать. С потолков постоянно что-то сыпется. Галина Сергеевна живет в этом доме с момента его постройки. В интервью нашей съемочной группе рассказывает, что хочет ходить по квартире, не боясь, что на голову упадет что-то с потолка. Вот здесь вот проходишь, боишься, а вдруг по голове что-то ударит. И представляете, у нас раньше ходили такие машины, бензовозы, с речки брали воду. Вот так дом вот так вот дрожал весь, дрожал. А потом сделали дорогу, немножко успокоилась. Но все равно оно все разваливается. Дому 60 лет, представляете? В квартире у Раисы Алексеевны все та же проблема. С каждым годом в доме появляются новые трещины, а старые становятся видны все больше. Вспоминая, как строился дом, женщина рассказывает, что для этого и двух соседних домов был вырыт один общий котлован для погребов. Но после под их домом все засыпали глиной и песком, залив водой для утрамбовки. А потом на другой день стали строить и не положили перекрытия вот эти на первом этаже. Просто, ну, бетонные должны, понимаете. Короче говоря, 9 месяцев людей прожили, полы провалились, перегородки упали на первом этаже. Людей выселили, потому что невозможно жить. И через полгода вселили опять, но после этого он все равно разваливался и трещал. Вот он сами ремонтируем, вот косуя взяли, его подняли. И так вот сами все ремонтируем. В 2017 году жители дома собственными силами провели экспертизу, которая признала дом аварийным. В 2018-м проблемой занялась администрация Симферополя. Проведенная экспертиза показала, что трещины появляются из-за того, что под квартирой номер 3 вырыт подвал ниже допустимых отметок. По поручению главы Крыма Сергея Аксенова на Радищева была отправлена специальная комиссия, которая обследовала дом. Нашу съемочную группу в администрации Симферополя также обещали пригласить, но телефонного звонка мы так и не дождались. По словам жителей дома, комиссия все же приезжала. Говорили, что подвал там вырыли для картошки, виноват нам комиссии эти бесконечные муниципальные. Говорили, что подвал виноват. А сегодня комиссия была с Министерства жилищного строительства. И вот там он не представился, как сказал, что подвал здесь не виноват. Он лазил тут подвал, смотрел, подвал ни при чем. У вас причина в том, что дом развалился вверху и развалится на две части. О том, как будет решаться проблема дома на Радищева, мы поинтересовались у властей Крымской столицы. Сегодня по поручению Аксенова Сергея Валерьевича, главы Республики Крым, и теперь уже по поручению министра ЖКХ Черняева Дмитрия Дмитриевича, выехала наша рабочая группа совместно с МинжКХ, чтобы посмотреть, прийти к единому мнению. Потому что если экспертиза, которую сделал город в начале прошлого года, она говорит о том, что если подвал этот опять будет заполнен землей, понятно, что никаких трещин дальше не будет, металлическим поясом будет стянут дом и возможно решение вопроса. Наша съемочная группа продолжит следить за развитием событий.